Всем привет! В последний день своей диеты я вам обещала сделать замеры по объемам, чтобы мы могли их сравнить с теми замерами, которые я делала в первый день своей диеты. И еще я хотела померить джинсы, которые я тоже мерила в первый день своей диеты, чтобы наглядно было видно вообще, насколько я похудела. Замеры объемов я делаю где-то спустя 2-3 дня после того, как диета закончилась, а вот это видео я снимаю спустя примерно 2-3 недели, что может быть даже и к лучшему, потому что я вам могу рассказать, что же с моим питанием спустя какое-то время после диеты. Вообще, если кто-то видит меня впервые и не понимает, о чем сейчас идет речь, что примерно 2 недели назад закончился мой 35-дневный марафон по диете Протасова. Я худела почти что в онлайн режиме и каждый день своего похудения я снимала видео, в котором показывала, что я ела, сколько я весила и делилась какими-то своими ощущениями. Все эти дни я собрала в одном плейлисте, ссылочку на который вы сможете найти под этим видео. На момент, когда я решила худеть, мой вес составлял 65 килограмм и 500 грамм. Мой рост метр пятьдесят два, ну и наверное стоит упомянуть возраст, я 73 года рождения. Диета моя длилась 5 недель, диета называется диета Протасова. Говорить сейчас я про эту диету, конечно же, не буду, так как я уже очень много о ней говорила. Я даже снимала отдельное видео, оно есть в плейлисте про диету. На конец диеты спустя пять недель мой вес был 58 килограмм 300 грамм. То есть я скинула 7 килограмм 200 грамм. Результат оказался несколько меньше, чем был в предыдущие разы, потому что в предыдущие разы я скидывала где-то примерно 10 килограмм. Но я думаю, это знаете почему? Наверное, потому что интервал после последнего захода на эту диету был не очень большой. Последний раз я на этой диете худела весной прошлого года. Все дни, как я худела, вот я выписала в отдельную табличку. Тут все очень-очень наглядно видно. И на первой неделе у меня был самый большой сброс. За первую неделю я похудела на 3 килограмма и 600 грамм. Ну и самое-самое такое жалкое в плане похудения была моя последняя неделя. За всю неделю я скинула всего лишь 300 грамм. Ну и теперь самое интересное. Давайте я вам покажу свои объемы. Посмотрим, скинула ли я или не скинула что-нибудь в области своего спасательного круга. Померим джинсики, посмотрим, как мне в них сейчас комфортно или нет. Потому что на первый день, когда я их только мерила, мне в них даже было тяжело дышать. И когда я делала замеры, мне даже пришлось их расстегивать, потому что в застегнутых было жутко неудобно. Я не могла выдохнуть в них, потому что они мне все сдавливали. Вы увидите, как я выгляжу в этих джинсах сейчас. Вот в первый день похудения, когда мой вес 65-500 грамм. И потом эти джинсы мы с вами померим, когда я со своей диетой закончу. Ну вот и я на 35-й день после похудения на диете Протасова. Сейчас я с вами замерю вот этот свой спасательный круг, ради которого все и начиналось. Замерю вот эту вот ляшечку и замерю руку. И мы посмотрим, сколько же у меня ушло по объемам за вот эти 35 дней. Пока вот сейчас, пока ничего не меряю, что я вижу сразу. Вот тут у меня жир ушел. До диеты я вот так вот руки близко прижать к телу не могла. Они у меня постоянно находились в каком-то немножко боксерском положении. А сейчас я могу сделать вот так. И еще теперь я когда сижу, я могу на стул, на кончик стула поставить ногу. Раньше мне мешал живот, теперь он мне не мешает. Сейчас я вам покажу, как я выгляжу вот в расслабленном состоянии около стены. Вот. Это я полностью вообще расслабилась. И сейчас стянусь. Вот. Вот так, конечно же, симпатичнее. Видите, я могу сделать вот так руки. И сбоку смотрим, что у нас. Раньше у меня вот эти штаны, они у меня были под животом. А сейчас, так как как такового уже вот такого живота нет, они у меня очень хорошо, очень свободненько вот здесь вот сидят. Так, смотрим сбоку. Полностью расслаблена сейчас. И втянулась. И сзади. Тут вот были складочки. Раз. Со спины. С бачком. Девчонки, запоминаем, да, вот это вот. Вот это вот богатство мое запоминаем. Ну и вот с этого боку. Как таковой, вот я вижу, живот так не висит, как он висел раньше. Так вот. Тянулись. Расслабились. И еще, что я заметила. У меня на боках жир. Я вот с самый первый день я могла его легко взять. Вот такой пятерней от души. И у меня как бы его было много для вот этого. А сейчас я его вот могу взять вот так пальцами. Для вот того, чтобы взять все пятерней, его уже не хватает. Сейчас покажу с этой стороны. Тут у меня всегда почему-то жира побольше. Вот. В первый день, вот видите, вот этот жир я могу вот так взять. В первый день вот на вот этом же жире было то же самое. А сейчас уже нет. Тут у меня больше жира, тут у меня меньше. Не знаю, почему так. Так, ну давайте замеряться. Так как я замерялась с расстегнутыми джинсами, давайте и на этот раз делаем все то же самое. Я замеряла не по талии, потому что тут у меня как бы жира. Ну, он у меня был, но не так много. Мне было интересно, насколько уйдет мой вот этот спасательный круг. То есть я замеряла по пупочку. Так, я расслаблена, как вы видите. Сейчас я попробую наглядно вам показать, как выглядело 103 сантиметра. Так, вот они 103, видно вам? И выглядело это вот так. Ничего себе. Тут представляете, сколько ушло жира. Всего лишь за месяц, девчонки, прикиньте. Это много. Блин, тяжело вам показать. Я надеюсь, что вы понимаете, насколько, ну вот, эти 103 у меня теперь легко проходят вот так. Так вообще кажется мало, 6 сантиметров, но по факту, вот видите, когда я наглядно это все прикидываю на себе, очень даже заметно. Большая разница-то какая. Ничего себе. Да. Здорово. Так, сейчас замерим ляшечку. Так, сейчас тут немножко с ней труднее, чтобы ее полностью расслабить. Она получается 53 с половиной. Вот. То есть она у меня, в принципе, похудела где-то на 5 сантиметров, если считать от первого дня. Ну и замеряем сейчас руку. Так, рука у нас вот 27. Рука ушла меньше всего, на 1 сантиметр. Ну и давайте теперь посмотрим, как выглядит мой живот на фоне груди. Получается ли такой же эффект второй груди, как вот был. Ну вот он, весь живот. У меня такое чувство, как будто он вот со всего тела, у меня жир стек вот именно вот в этот кусок. То есть у меня вот, видите, у меня вот он. Вот она теперь моя основная проблема, умещается в моих двух руках. Ну, на вторую грудь это уже не особо похоже. Вот это тем более с штанами застегивается. Вот видите, если присесть, у меня образуется вторая грудь. Одна грудь и вторая. Сама грудь в размерах немного уменьшилась. Где-то, наверное, на полразмера. Не сильно намного. Все, девчонки. Объемы я вам все показала. Вот такие мы теперь. Ну и теперь наглядно видно, благодаря замерам, как же уходит жир на диете Протасова. Уходит в первую очередь и в основную очередь уходит живот и жир в области талии. У меня так было и в предыдущие разы, и вот сейчас. Ну, а вот какой-то остальной жир, который расположен в теле, он, конечно, тоже уходит. Вот у меня вот здесь очень неплохо ушел жир, у меня вот здесь были, знаете, такие валики, жировые валики. Ушел жир вот здесь с плеч ушел, под мышками жир ушел. Я не скажу, конечно, что весь жир ушел, но все равно, знаете, у меня появилась шея, у меня появились плечи. Я могу прижимать теперь руки. У меня вот здесь вот ушла одна складка, у меня было две складки жира, А теперь вот здесь вот одна, вот она. То есть именно уходит жир. И именно в тех местах, в которых нужно. Мне кажется, у многих людей вот эта вот проблемная область, это именно живот и вот область спасательного круга. Я в каком-то из видео уже говорила, что сейчас я очень обращаю внимание на живот у всех людей, которые мне идут навстречу. И вот знаете, наверное, процентов 80 людей имеют проблемы вот здесь, потому что футболочку чуть только немножечко обтянет, и сразу уже видно, что почти у каждого человека хоть небольшое пузико, но есть. Но в основном, вы знаете, особенно у людей в возрасте типа меня, уже такой, знаете, хороший пузинь, и он уже такой дрябленький, в общем. Это проблема всеобщего масштаба. И, кстати, еще на вот этой диете хорошо то, что жир уходит, но кожа не обвисает, как, знаете, какая-то морщинистая тряпочка. Мышцы остаются. Я вам говорила, что у нас в поликлинике была бесплатная диспансеризация для людей моего года, и можно было сдать кое-какие анализы. Но анализы очень простые. Общий анализ крови, общий анализ мочи и на сахар. Но я попросила доктора, чтобы она еще там отметила галочками хоть что-то, там, магний, кальций. И она пошла мне навстречу, и в итоге у меня еще получилось сдать магний, кальций, железо и вот кое-что еще. В анализах я понимаю плохо, но когда доктор посмотрела их, она сказала, что у меня все в норме. Единственное, у меня немножко повышен магний, но сказала она, что в этом ничего страшного нет. Вот мои анализы. Если кто-то в этом что-то понимает, нажимайте на паузу, смотрите, разглядывайте. Ну, самое главное, что доктор сказал, что все в порядке, и мои знакомые тоже посмотрели эти анализы. Единственное, на что они обратили внимание, это то, что у меня пониженная глюкоза. Но в лаборатории доктор сказал, что у них всегда немножко занижают этот показатель. Ну, а вообще, когда я почитала в интернете, ну, при каких случаях бывает пониженная глюкоза, то вот именно случай, когда человек сидит на диете, когда у него как-то меняется рацион, сахар понижается. В общем, в этом ничего страшного нет. Ну, и еще не могу обойти стороной витамины. Какие же я сделала выводы по поводу принимать их или нет. Вы видели, что где-то на третьей неделе я начала принимать витамины Супрадин, так как начала чувствовать какую-то слабость, и мои обычные дела мне стало делать тяжело, потому что у меня как-то вот, я чувствовала, как будто мышцы слабые были, и мне постоянно хотелось спать. И вот, в общем, по этой причине я и начала принимать витамины. По окончанию диеты я их, наверное, еще принимала дней 5, а потом вообще это дело все забросило. И вот сейчас, все проанализировав, я все-таки подумала, что зря я это сделала. И в следующий раз, если, ну, точнее, не если, я думаю, что я буду еще сидеть на диете. Не знаю, на этой или на какой, но нужно, нужно будет еще кое-что скинуть. В общем, в следующий раз я уже витамины принимать не буду. Ну, и пара выводов, которые я сделала для себя по вот этой диете. В предыдущий раз моя диета проходила где-то в середине весны, и я помню, мне тогда было легче. И вот, знаете, когда весна, когда подъем вот настроения, когда ты вообще вся на подъеме, то эта диета, она проходит как-то легче, потому что, ну, ты понимаешь, что вот сейчас ты похудеешь, и войдешь такой стройный в лето, там, начнешь носить какие-то сарафанчики, ну, какая-то вот ты вся такая вдохновленная, и диета проходит легче. И вот сейчас, когда я худела, ну, почти под конец лета, вот именно вот этих мыслей нет, да, то, что я сейчас похудею, и впереди еще целое лето. Я похудею, понимаете, и уже почти осень, ну, то есть мою вот эту худобу, я ее не смогу ей так вот, ну, не шикануть, а показать ее, в общем, уже особо так не смогу, как я могла бы это сделать, если бы сидела на этой диете весной. То есть в следующий раз я буду сидеть, как и в прошлый раз, где-то в середине или в конце весны. Ну, и второе, я отмечу, что нужно обязательно подстроить вашу диету под ваши женские дни. Лучше всего вот в моем случае это делать, когда они прошли. То есть они прошли, и примерно дней через пять, вот, ну, я бы посоветовала садиться на вот эту диету, чтобы никакие вот эти гормональные сбои в вашу диету не вмешивались. Ну, и последнее, о чем я хочу рассказать в этом видео. Вы меня об этом спрашивали в комментариях, что я сейчас ем, сколько я сейчас вешу вот спустя какое-то время после диеты. Я недавно завешивалась, спустя две недели я поправилась на кило двести. Но это при том, что вот эти две недели я ела, не отказываясь себе практически ни в чем. Но вот сейчас я уже успокоилась, и сейчас я начала есть, в принципе, как я ела до начала диеты, но лучше. Я разрешила себе кушать супы на мясном бульоне, я разрешила себе кушать грибы, сыры, хлеб, в общем, кушать, в принципе, все. По сути, я этого и не хочу, да, но в мыслях я себе вот этот запрет, я же запрещала себе эти продукты кушать раньше. Я себя так и ограничила, что в итоге я себе оставила только курицу, овощи и фрукты. И получалось так, что в момент, когда я хотела есть, мне было лень готовить, и что мне оставалось делать? Мне оставалось идти в KFC, что, собственно, я и делала. А вот сейчас, когда я сняла все запреты, кроме как на красное мясо, я не ем, и молочку я, скорее всего, не буду есть, но пока что я ее себе не запретила. Полный запрет у меня только на красное мясо. И еще семечки. Я хочу сделать себе полный запрет на семечки, и вот чуть попозже молочку я, наверное, тоже прекращу есть. А все остальные продукты я буду есть. То есть я начну есть супы, бутерброды, ну, не с колбасой, конечно, а с каким-нибудь, я не знаю, там, авокадо, может быть, с плавленным сыром. Ну, то есть будет очень большой выбор продуктов, которыми я могу перекусить. Я очень надеюсь, что мой опыт кому-то пригодится, кому-то поможет. Может быть, для того, чтобы начать эту диету, ну, а для кого-то, может быть, чтобы, наоборот, не начинать ее, потому что моя диета кому-то покажется просто ужасной. Это получилось такое финальное, заключительное видео для моего плейлиста про похудение по диете Протасова. Я, по-моему, очень подробно, наглядно вам все показала, рассказала. Конечно же, если будут какие-то вопросы, спрашивайте, с удовольствием на все отвечу. Чуть попозже в каких-нибудь видео я еще отчитаюсь перед вами по весу. Я всех целую, всех обнимаю. Не скучайте. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok